Расскажите, пожалуйста, немножечко о своей компании. Распечатывали ему Excel-таблицы с маршрутами, с координатами. В одной табличке маршруты, координаты, в другой табличке планы продаж с фактами, в третьей табличке топы. Цифры просто брались из разных источников. И, возможно, были какие-то улучшения. Продажи у нас выросли где-то порядка на 12-15%. Представленность, которая как среднее количество SKU в вашей программе отображается, процентов на 30 выросло по торговым точкам. Но и прирост торговых точек где-то порядка у нас 20%. Позволило сохранить здоровье людей. Какой вы ставили топ целей? Максимально автоматизировать. Мало у кого есть программы подобного уровня. Приветствую вас на канале IBM Cloud. Меня зовут Коломойц Андрей. Я проектный менеджер Digital Distribution. И сегодня у нас в гостях Ломакина Елена Викторовна, коммерческий директор торговый дом «Эталон». Елена, добрый день. Добрый день. Рад вас видеть. Расскажите, пожалуйста, немножечко о своей компании, о структуре и о торговых марках, которые представлены у вас. Компания «Молочный альянс» Холдинг «Молочный альянс» производит 5 торговых марок, которые широко известны на Украине сейчас. Это торговая марка «Яготинская», торговая марка «Яготинская» для детей, торговая марка «Пирятин», «Славия» и «Молочный шлях». Эти 5 торговых марок производятся на 5 заводах. Это «Яготинский завод», «Яготинская» для детей, «Баштанский сырзавод», «Пирятинский сырзавод» и «Золотоножский маслодельный комбинат». Насколько я знаю, вы занимаете лидирующую позицию на рынке Украины. Расскажите, пожалуйста, в чем секрет? Ну, в молочной отрасли, да, Холдинг «Молочный альянс» первое место занимает 16% рынка на сегодняшний день. В Холдинг ходит еще компания «Торговый дом «Эталон». Это дистрибьюторская компания, которая занимается продажами по Киевой области в розничной торговой точке. Вот, собственно, я эту компанию представляю, руковожу продажами в розницу. Так все-таки секрет в чем? Секрет успеха. Ну, на самом деле, я бы могла выделить три фактора, составляющих успеха. Первое – это качество нашей продукции, которое обусловлено тем, что заводы у нас полностью модернизированы, стоит самое современное оборудование. Завод детского питания, он вообще с нуля построен. Там оборудование компании «Тетропак» в том числе стоит. Вот, плюс – это молоко, которое мы получаем из фермерских хозяйств, это молоко высокого качества. Вот, плюс – квалифицированный персонал, который занимается производством. Вот, это первый фактор. Второе я бы могла назвать – это то, что мы изучаем потребительские предпочтения, прежде чем новую продукцию выводить на рынок. Вот, следим за тенденциями рынка, за предпочтениями людей. Вот, у нас в конце этого года 40 новых СКЮ выходит, новых абсолютно продуктов для нас. Вот, ну и третий фактор – это, как бы, сильная, успешная структура дистрибьюции, которая работает как в Украине, так вот и в Киеве. Спасибо. Подскажите, какое количество СКЮ сейчас в портфеле и вообще какой штат вашей компании? Ну, мы сейчас производим порядка 350 СКЮ. Вот, в холдинге «Молочный альянс» работает порядка 3,5 тысяч людей. Вот, в месяц продаем 11 тысяч тонн молочной продукции, вот, для чего перерабатывается ежемесячно 29 тысяч тонн молока. То есть цифры достаточно внушительные. Да, хорошие объемы. Елена, расскажите, пожалуйста, немножечко о компании «Эталон», которая занимается дистрибьюцией по Украине. Какие у вас показатели, на какие акценты вы делаете упор? Ну, компания «Эталон» занимается дистрибьюцией по Киеву и по области. По Киеву мы, по этой территории обслуживаем порядка 3,5 тысячи торговых точек. Вот, поставляем туда всю продукцию холдинга, это 5 торговых марок. Вот, силами нашей команды торгового дома «Эталон». Работает у нас порядка там 250 человек. Продажа где-то у нас заняты 40-50. Ну, за минусом мерчендайзеров, которых там в разы больше. Вот, этими силами продаем нашу продукцию. Хорошо. Подскажите тогда, с какими трудностями и что было ключевым фактором при выборе какого-то ID-решения, проблему которого вы хотели устранить? Что было таким сигналом? Ну, необходимость автоматизации, скажем, процессов продаж, вот, она очевидна из тех задач, которые перед нами стоят. То есть мы продаем 5 торговых марок в 3 тысячи торговых точек. Это ежедневно на 1200 торговых точек выезжает продукция. Силами такого большого количества людей. Понятно, что в ручном режиме обеспечить такое количество торговых точек таким ассортиментом невозможно. Поэтому понятно, что есть необходимость автоматизации. И у нас была программа, вот, с помощью которой торговые представители часть функций, часть задач, которые на них были возложены, они выполняли. Вот, но только часть. То есть в основном это принятие заявок из торговых точек, контроль дебета, ну, и там еще некоторые мелкие задачи. Вот, и до какого-то времени этого хватало нам для того, чтобы выполнять наши планы продаж. Потому что продукция востребована, продается несложно. Вот, и без какой-то детализации, там, задач торговым, планы выполнялись. Вот, но, как бы, лидирующее положение, да, нашей компании потребовало в какой-то момент уже использовать более, как бы, современные методы продажа для того, чтобы удерживать это лидирующее положение. Вот, появилась необходимость ставить торговым представителям более детальные задачи. Вот, по ассортименту, по представленности, по топ-позициям. Вот, у нас сотни ценовых акций проводятся по разным каналам сбыта, с разными скидками. Вот, плюс задачи, там, по дебету, по документам, по фотополок. То есть, понятно, что все эти задачи в ручном режиме выполнить невозможно. Ну да. Елена, подскажите, пожалуйста, какой вы ставили топ целей, которые сыграли бы ключевую роль при выборе IT-решения? Ну, в первую очередь была задача максимально автоматизировать и максимально всю информацию, которую должны владеть торговые представители, чтобы она была на планшете у них, чтобы они видели ее в рамках какой-то удобной программы, чтобы удобный был интерфейс, чтобы торговые представители избавились от этой папки скипа и бумаг, где были прописаны их ценовые акции, топы, задачи и прочее. Вот, чтобы все это у них отражалось на планшете, чтобы они легко и быстро видели эту информацию. Вот, и чтобы больше времени в торговой точке тратили не на поиск нужной информации в бумагах, а на непосредственно ту работу, которую нельзя выполнить вне торговой точки. То есть, на общение с продавцом, презентацию новых продуктов, на отслеживание полки, на отслеживание там, как стоит наша продукция, как стоят конкуренты. Ну, фотофиксация. Да. Вот, плюс, главное, ну, одна из задач, вернее, важных для торговых, это фото полки продукции наших конкурентов. То есть, до того, как мы стали использовать вашу программу, это все вайбере они фотографировали, но очень удобно, потому что фотографии не привязываются к GPS-координатам точки. Ну, это было на дне структура. Потом очень трудно это все систематизировать и за какой-то длительный период времени проанализировать. То есть, вот, первая задача – это максимально автоматизировать. И второе – хотелось найти компанию, которая была бы лояльна к нашим пожеланиям по поводу наших необходимостей. Вот, потому что мы понимали, что у нас, как бы, задачи, которые ставим торговым представителям, они не какие-то там стандартные, общепринятые. Вот, а те задачи, которые мы сами, как бы, необходимость их поняли из нашей работы, сами, можно сказать, их изобрели, да, эти задачи, эти параметры. И очень было важно, чтобы компания была гибкая, вот, и наши бы потребности, вот, удовлетворила. Вот, это то, что мы нашли, вот, в вашем лице компания BMDD. На этапе анализа, ну, на первом этапе анализа интеграции мы услышали от вас много требований, которые не все изначально могли покрыть. Поэтому мы со своей стороны сделали ряд изменений, и хотел бы уточнить у вас, какие изменения произошли на вашей стороне. Возможно, какие-то бизнес-процессы вы подправили и адаптировали под программу. Ну, я бы вот, да, вначале хотела отметить, что мне еще понравилось, что мы до того, как начали внедрять программу, мы очень долгое время, месяц или даже два, уже боюсь сейчас точно сказать сколько, мы детально прописали все наши потребности, все, что мы хотим. Вот, вы прописали все, что вы можете, и дальше мы занимались, вот, поиском решений, каких-то компромиссов, решений, то есть соприкосновения. Вот, и детально, буквально по каждому пункту, по каждой, казалось бы, там мелочной функции, но мы все проговорили, вот, все обсудили, максимально, вот, можно сказать, там 90%, 90%, даже 5% наших потребностей были вами учтены, обсуждены. Да, я помню этот этап согласования, он там занял какое-то время. Это называется, мы очень долгое время его, как бы, прописывали, но зато, когда началось внедрение, у нас никаких вопросов друг к другу не было, ни вопросов, ни претензий, не оказалось так, что вдруг вы чего-то не можете сделать, и для нас это сюрпризом оказалось, что мы рассчитывали, что это будет, а его не стало, то есть такого не было, потому что мы на этапе, вот, согласования все это проговорили, вот, это тоже очень ценно, это тоже очень подкупило в пользу вашей компании, вот, это как раз было то, что нам нужно. Хорошо, возвращаясь к вопросу, насколько болезненно для вас была интеграция этого проекта, и на какие ваши уже существующие бизнес-процессы это повлияло? Ну, на самом деле интеграция прошла достаточно просто, потому что программа ваша несложная для освоения, очень удобный интерфейс в ней, да, провели там небольшое обучение с вашей помощью, плюс самостоятельно от торговых представителей, в общем-то, никакого негатива мы не увидели, наоборот, как бы все приняли очень позитивно эту программу, то есть никого увольнять там не пришлось за то, что не смог освоить, кое-кого пришлось подучить, но, как бы, это программа удобная в пользовании. По результатам, да, вот, уже прошло некоторое время с момента интеграции, какие вы могли бы выделить факторы или показатели, которые вот вы заметили и, возможно, были какие-то улучшения? Да, на самом деле сделали вы ряд доработок к программе, очень, как бы, важных, вот могу ответить, отметить, пожалуй, вот одну, которая наибольше мне нравится, это вы смогли интегрировать данные из торчеков в отчет по представленности, в котором в итоге появилась информация об ауто в стоках, то есть это очень важная была ваша доработка, очень удобная, то есть очень просто, открыв информацию по торговой точке, видеть в реальном режиме времени, какие продукции, какая продукция отсутствует и что можно, что нужно сделать, вернее, для того, чтобы... Еще какие-то улучшения заметили? Показатели какие-то KPI выросли у торговых агентов? Ну, безусловно, эффективность работы выросла, трудно оценить, возможно, какая именно конкретно цифра назвать из-за использования вашей программы, вот, могу в общем и целом назвать, но, безусловно, что вклад есть и существенный, то есть если с прошлым годом сравнивать, вот, то продажи у нас выросли где-то порядка на 12-15%, вот, представленность, которая как среднее количество SKU в вашей программе отображается, процентов на 30 выросла по торговым точкам, вот, но и прирост торговых точек где-то порядка у нас 20% получился, несмотря на то, что очень много торговых точек сейчас розничных закрывается по причине конкуренции сетей, вот, но, тем не менее, как бы удалось подключить новые точки. В рамках того же первого этапа анализа мы попросили вас устроить нам некую такой вот рабочий день с одним из торговых представителей, и мы с коллегами заметили, насколько объемная папка с бумажками была у одного из представителей, насколько сейчас она изменилась, и как вообще сейчас работает с ним? Ну, она уменьшилась или нет? Да, как я уже говорила, это и была как бы задача уменьшить эту папку для того, чтобы в торговой точке не перебирал бумаги и искал там название акций, скидок и прочих, а чтобы он работал с продавцом, с полкой, вот, но не все бумаги еще как бы исчезли, и это нам с вами задача на следующий этап, потому что мы тоже не стоим на месте, у нас тоже задачи для торговых конкретизируются, добавляются, уточняются, вот, понятно, что на месте мы не стоим, надеемся, что с вашей помощью мы решим и эти наши задачи. Ну, конечно, продукт наш тоже развивается. Да, в идеале, чтобы вообще папки не было торгового, чтобы было все в планшете. Мы к этому стремимся, да. Мы проговорили с вами по поводу работы торговых представителей, но также мы знаем, что есть бэк-офис и команда супервайзеров, которые отвечают за контроль и качество работы торговых агентов. Подскажите, пожалуйста, как изменилась работа их до внедрения DD и после? Ну, задача супервайзеров – контролировать торговых представителей, подсказывать им, по каким там параметрам они недорабатывают, скажем. Вот, и ваша программа очень удобна с этой точки зрения, поскольку в Альтмониторе можно практически онлайн в реальном режиме времени увидеть, где находится торговый представитель, что он до этого момента уже, какую работу выполнил, вот, какие он взял заявки, по каким позициям, вот, увидеть сторчек, который он снял. И очень удобно можно ставить задачу сразу же из этой программы по конкретной торговой точке, и торговый представитель ее буквально же сразу же видит. Вот, эффективность, безусловно, намного повысилась. Это намного эффективнее, чем супервайзеры ездили бы по торговым точкам и смотрели бы там на месте качество работы торгового, потому что оценить качество надо иметь цифры. Невозможно, у нас 3000 точек, невозможно запомнить информацию по каждой точке, чтобы на месте оценить. То есть это, конечно, контроль работы, ну, по таким очень, скажем, грубым параметрам. Вот, благодаря альтмонитору можно оценить работу каждого и понять, какие недоработки есть конкретно у данного торгового представителя. Или же он ассортимент не расширяет, или же он мало времени в торговой точке проводит, или же у него низкий процент заявок. Исходя из этого, корректируется задача. Да, и то есть супервайзер может конкретно каждому торговому дать замечание и указать, над чем нужно поработать, из-за чего у него, скажем, результаты хуже, чем могли быть. Вот это очень важно, очень эффективно. А до этого, я правильно понимаю, супервайзерам приходилось проводить там несколько раз в неделю на маршруте вместе с агентами? Да, безусловно, они проводили. Работа все равно оценивалась на основании цифр. Но цифры просто брались из разных источников. Брались из 1С, брались из программ, которые у нас есть, вторичных продаж, которые оценивают. То есть это тоже как бы мы делали. Но просто больше времени занимало это на интеграцию, скажем, информации из двух, из трех программ и выяснение конкретных недоработок. Сейчас это гораздо удобнее, быстрее это можно сделать, эффективнее. И что я хотела еще особенно бы отметить, что в период пандемии, карантина, преимущество этого альтмонитора вашего просто неоспоримы. Удаленная работа о себе дала знать. То есть это дало возможность супервайзерам удаленно работать с не меньшей совершенной эффективностью. Что позволило сохранить здоровье людей, не подвергать их лишний раз опасности. Точки они посещают, безусловно, это необходимо. Но уже или проблемные точки посещают, или с новым торговым представителем, или для проведения переговоров каких-то. Вот, но эффективность однозначно повысилась. А как с интеграцией новых сотрудников, которые вот только приходят в компанию? Насколько сложно им дается продукт? Ну, на самом деле не сложно. Опять-таки упростился процесс передачи торговых точек с одного торгового к другому. Потому что новый человек приходит, берет планшет, открывает маршрут. Там есть все точки, есть их координаты, есть адреса, есть контактные телефоны. То есть не надо это на бумажках писать, передавать. То есть это очень просто. И есть история продаж этих точек. То есть новый человек приходит, у него уже в планшете есть вся информация, которая нужна для работы. Вот он видит заказы точек за предыдущий период, и он видит объемы продаж точек. То есть он может реально уже оценить, какая работа ему предстоит, и оценить, что ему предстоит сделать, насколько это там просто. Сразу включается в работу, получается. Да, то есть сразу включается, то есть процесс интеграции, он сократился значительно по времени. А раньше как это было? То есть я так понимаю, что здесь у него все торговые точки, получается, в одном устройстве. А раньше, перед тем, как... Ну распечатывали ему Excel-таблицы с маршрутами, с координатами. Вот. В одной табличке маршруты, координаты. В другой табличке планы продаж с фактами. В третьей табличке там топы, которые... То есть тоже эта информация все была, но она была разрозненная, скажем так. И больше времени требовалось на то, чтобы ее, как бы, изучить и оценить. Теперь все более структурировано. Ну, безусловно. Елена, спасибо большое, что нашли время встретиться с нами и ответить на наши вопросы. Спасибо я вам большое. Я очень рада нашему сотрудничеству. Вот. Уверена, что оно будет еще продолжаться. Обязательно. Спасибо большое. Друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и оставляйте свои вопросы в комментариях. Подписывайтесь также на канал ABM Cloud, ведь мы рассказываем, как сделать инновации, доступные бизнесу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!